Саламат Страмахурмед Тотандастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир. Он сегодня будет посвящен так называемому Евразийскому таможенному союзу. И прежде чем говорить о Евразийском таможенном союзе, надо откомментировать ситуацию, которая сейчас сложилась между Россией и Белоруссией. Дело в том, что именно в конце года произошла очень сильная активизация со стороны Путина, которая начала оказывать давление на президента Белоруссии Лукашенко. И суть давления заключается в том, чтобы Белорусь начала исполнять соглашение 1997 года, а именно соглашение оформленное в виде союзного договора между Россией и Белоруссией. Фактически этот союзный договор предполагает, что это воссоздается образ Советского Союза на примере двух государств России и Белоруссии. Этот договор еще был подписан в 1997 году, когда президент Ельцин был в плохом физическом состоянии и у каждой из сторон были свои замыслы. У России была идея поглотить Белоруссию, фактически восстановить хотя бы частично Советский Союз. У Белоруссии, в частности у Лукашенко, была идея получать субсидии со стороны России и размер этих субсидий для Белоруссии, особенно в тот период, был критически важен. Он был важен именно потому, что курс, который проводил и проводит президент Белоруссии Александр Лукашенко, это, скажем так, старый формат, несколько модернизированный формат Советского Союза. А это неэффективная экономика, это отсутствие свободных рыночных отношений, это фактически диктаторский режим. И для консервации, собственно, вот такого режима нужно необходимо Белоруссии постоянно иметь какие-то свободные денежные средства, которые бы поддерживали определенный уровень жизни населения. И такие субсидии Лукашенко получает уже более 20 лет. По оценкам экспертов разных, размер субсидий за этот 20-летний период составил 120 миллиардов долларов США. Притом эти субсидии оформлялись в виде низких кредитных ставок по межгосударственным займам. Затем эти займы, по сути дела, не возвращались, списывались. Также шли поставки нефти по сниженным относительно европейских цен на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. 95% газа, который поступает в Белоруссию, это реально российский газ. То есть, так или иначе, Белоруссия постоянно получала субсидии со стороны России. И таким образом это позволяло Лукашенко поддерживать тот авторитарный режим, который существует сейчас в Белоруссии. Итак, собственно, сейчас началось серьезное давление со стороны Путина на Белоруссию. Мы, конечно, граждане Казахстана и, как многие говорят, давайте думать только о нашей стране. Это все так, но мы живем не где-то в джунглях как государство. Мы являемся частью мирового сообщества. И все события в мире, которые происходят как в сфере экономики, так и политики, так или иначе влияют на нашу страну. И нужно быть слепым, глухим, немым и полностью потерять разум, чтобы смотреть только, что происходит на твоей улице, не смотреть по странам. Потому что в один день ты проснешься и увидишь, что страна уже не принадлежит тебе, если будет такая политика. Поэтому очень важно понимать, что происходит с Белоруссией. И это нам даст понимание, правильно ли наша страна участвует в так называемом евразийском сообществе, в Евразессии. И насколько нам это выгодно. Когда я говорю нам, я говорю о нашей стране, а не лично о Нурсултане, Назарбаеве и его окружении. Так вот, в соответствии с союзным договором между Белоруссией и Россией, предполагается, что эти два государства проводят согласованную совместную политику, международную. И также это союзное государство предполагало, что будут существовать различные политические настройки, как совместный парламент и так далее. В итоге, на самом деле, построена улица для того, чтобы в будущем произошло поглощение, если объективно говорить, о России и Белоруссии. Почему поглощение? Потому что авторитарные страны не могут сосуществовать в рамках союзных договоров. В конечном счете все это завершается поглощением более сильного государства, слабого государства. В Европейском Союзе существует принцип суверенитета, есть соглашения, любые отношения между двумя странами можно регулировать судебно-порядки. И если возвращаться к авторитарным странам, то таких прецедентов, по сути, не существует в современном мире. Итак, в чем суть наступления со стороны Путина на Лукашенко? Дело в том, что, как я говорил, экономика Белоруссии не самостоятельна, как должно быть у суверенного государства. Основные объемы товаров, которые производятся в Белоруссии, они в реальности экспортируются или в России в большей степени, или в какие-то страны СНГ. И говорить об экспорте за пределы стран сообщества не приходится. Это ее процент очень низкий. Во-вторых, объем субсидий со стороны России порядка 10-15% от внутреннего продукта Белоруссии. Как я уже говорил, газ из России поставляется в Белоруссию по субсидированным ценам. Ну, фактически, если оценивать в денежном эквиваленте, от 4, как минимум до 7 миллиардов долларов в год экономика Белоруссии получает субсидии со стороны России. И, собственно, это позволяет России сказать, что мы кормим Белоруссию. Ну, это так и было в Советском Союзе, когда в Советском Союзе Россия говорила, что она кормит все соседние союзные республики. И вот этот спор невозможно было разрешить до тех пор, пока не произошло физическое разделение Советского Союза. И она не распалась на ряд государств, которые существуют в современном мире. Ну, если говорить о Белоруссии, действительно существуют такие субсидии. И, действительно, это большой объем. До 30% бюджета страны достигает размер субсидий. Ну, представьте себе, когда бюджет страны потеряет от 20 до 30% денежных средств, то тогда, соответственно, это отразится на всем государстве. Это значит, учителя будет на 20-30% меньше получать заработную плату врачей. И поменяется, фактически, вся структура экономики. То есть, вы понимаете, это очень серьезно. И, используя этот рычаг, сейчас Путин решил, на самом деле, загнать в угол Лукашенко. И принудить, чтобы реализовывался, собственно, в жизни этот союзный договор. А что это значит? Это значит, фактически, потеря суверенитета со стороны Белоруссии. Именно потеря реального суверенитета. Другой вопрос в том, что, на самом деле, если бы Лукашенко проводил серьезные политические и экономические реформы в стране, а не контролировав власть, узурпировав власть с 1994 года, он ничем не отличается от Назарбаева. Это такой же диктатор, такой же коррупционер. Он ничем не отличается от Путина, который такой же коррупционер, мафиози, глава крупнейшей мафиози в мире, Путин. Такой же, как и Назарбаев. И если бы Белоруссия была демократической страной, шла по демократическому развитию, то, конечно же, те самые субсидии, о которых сейчас говорит Россия, говорит, что мы кормим Белоруссию, об этом даже и речи бы не было, потому что Белоруссия, на самом деле, достаточно неплохая перерабатывающая промышленность, нефтеперерабатывающие заводы, машиностроение. И за эти более чем 20 лет независимости Белоруссия могла свою экономику так перестроить, чтобы она была конкурентна и в европейском сообществе, как это произошло с балтийскими странами, со странами в Восточной Европе, которые интегрировались в европейские сообщества, и жизненный уровень их достаточно высокий. В этом смысле Белоруссия обладает и обладала высоким потенциалом. Главная проблема заключается в том, что в Белоруссии законсервирован режим, это авторитарный диктаторский режим, и все это приводит к тому, что в Белоруссии построена неэффективная экономика. А неэффективная экономика, она безусловно порождает низкий жизненный уровень граждан ее страны. Многие белорусы живут за пределами страны, работают в европейском сообществе, получают там же образование. То есть вы понимаете, что фактически, будучи гражданами этой страны, они вынуждены зарабатывать деньги за пределами своей страны, из-за политического курса, который проводит Лукашенко. Какие последствия возможны для нашей страны? Мы говорили о том, что существует некое сообщество, как называемое СНГ, которое сейчас стало Курцией. Из сообщества СНГ вышла Украина, вышла Грузия, реально вышел из СНГ Узбекистан. То есть это сообщество на бумаге. И как такого СНГ не существует. И это в большей степени развал происходил из-за такой, скажем, имперской политики России. Здесь нужно смотреть правде в лицо. Многие воспринимают Россию как защитницу, что у нее ядерный потенциал и все прочее. На самом деле, как Советский Союз, так и страны СНГ шаг за шагом развалились из-за имперской политики российского государства. Когда каждое государство, которое входило в страны СНГ или в Советский Союз, они были лишены самых элементарных прав принимать те или иные решения. Все решения принимались в Москве. И сейчас, по сути дела, Путин пытается повторить ту ошибку, которую он совершил в Украине. Когда он силовым образом пытался принудить Украину не проводить независимый курс. Когда Украина объявила о интеграции европейские сообщества, реакция Путина была неадекватной. Под видом проведения референдума в Крыму был, фактически, Крым интегрирован в Россию. Был захвачен восток Украины. Это Донецк и Донецкая область. И я знаю, что у нас существует много людей, которые обработаны российской пропагандой, которые говорят, ну как же, был же референдум. Но извините, в самой же российской конституции в законах страны прописано, что любая попытка республик, входящий в состав Российской Федерации, провести референдум, квалифицируется как сепаратизм и карается очень жестко по законам страны. То есть, получается, России невозможно провести референдум, а в Крыму, пожалуйста, мы ее присоединили. И ирония судьбы заключается в том, что если сейчас Крым попытается провести референдум и уйти снова, получить статус независимого полуострова или войти в состав Украины, это невозможно по российским законам. То есть, для тех, кто обманут российской пропагандой, я хочу вам сказать, что никакого референдума честного не было, во-первых. Во-вторых, референдум должен был проводиться по законам Украины, а по законам Украины в референдуме участвуют все граждане Украины, а не часть тех, которые проживают в Крыму. Вот, собственно, такая политика, лживая, наглая, нарушающая все международные договора, которые подписала Россия еще в 1994 году, которая давала гарантию неприкосновенности границ, гарантию в обмен на то, что Украина отказалась от ядерного оружия, и это ядерное оружие было вывезено в Россию, по сути дела произошло, что Крым отошел к России и захвачена часть восточной Украины. Это вот неадекватная политика и агрессивная политика Путина, имперская, которая привела фактически к кризису в экономике. После этого, как в 2014 году, Россия фактически аннексировала Крым и захватила восточную часть Украины. Европейские страны применили против России ряд политических и экономических санкций. Как вы знаете, там произошел и обвал рубля, и огромные экономические последствия, собственно, которые сейчас граждане России на себе ощущают. Поэтому весь прошлый год было множество митингов одновременно по всей России. И хочу сказать, что такие авторитарные режимы, наверное, непросто остановить, потому что, когда нет тормоза в лице самого народа, который активно протестует против действий руководства, в данном случае Путина, то у такого руководства, у Путина, складывается впечатление, что он все делал правильно. И поэтому сейчас идет следующий этап развития той самой болезни авторитаризма. Путин пытается поглотить Белоруссию. В новой конструкции, которую видит Путин, это предполагает следующим образом. Когда будут построены якобы союзные государства, будут построены новые, в итоге, наднациональные структуры, как парламент и другая система управления, включая судебные, оборонные и все прочее. Я хочу сказать, что сейчас российские так называемые социологические службы искусственно вбрасывают опросы общественного мнения, которые прошли в Белоруссии. И якобы чуть ли не 90% белорусов хотят присоединения к России. Если послушать российских независимых аналитиков, они скажут иначе. Они скажут, что минимум 80% населения Белоруссии будут против того, чтобы потерять суверенитет. Хотя, безусловно, есть такое предположение у наших граждан, у самих белоруссин, что возможно не 80%, но против этого присоединения, тем не менее, Путин собирается провести линию и сначала поэтапно оформит это все в виде надстроечных структур Союза России и Белоруссии. В итоге довести дело до полного поглощения Белоруссии. Хотя существуют разные заявления со стороны руководства России. Нет, мы только работаем в форматоре этого союзного договора. Но, как вы знаете, Путину верить нельзя. Не верить нельзя ни одному диктатору. И также он говорил, что нет в Восточной Украине войск. Также он говорил, что нет зеленых человечков в Крыму. Поэтому всем этим заявлениям верить, конечно же, нельзя. Я хочу сейчас сказать, что мы на самом деле стоим перед серьезной угрозой. Дело в том, что эта угроза в первую очередь формируется не потому, что народ Казахстана хочет присоединения к России. Нет. Большинство, конечно же, этого не хочет. И даже текущая власть может провести открытые социальные опросы, даже провести референдум. Результат, я уверен, что будет известен. Наши граждане в основном будут против присоединения к России. Конечно, найдутся часть территории, граждане которого будут говорить, что да, наверное, есть смысл присоединиться к России. Для нас якобы будут многие вопросы решены. Но в целом, если говорить о реальном референдуме, среди большинства населения позиция будет однозначная. Большинство будет против присоединения к России. Но наши граждане ничего не решают. Ни в политической, ни в экономической сфере. Вся власть в нашей стране принадлежит Мусултану Назарбаеву. Именно он определяет политический курс страны, экономический. Именно ему, его семье принадлежат все богатства страны. Поэтому мы сейчас говорим о гипотетической возможности нашему народу сказать свое слово. Вы прекрасно знаете, что все эти годы он шаг за шагом сдавал суверенитет нашей страны. Не проводил референдума по вхождению в Евразийское таможенное сообщество. Не было ни одного референдума. Он принимал единоличные решения по вхождению в Евразийское сообщество. Что получили наши граждане? Наши граждане, даже на простых примерах, получили некачественные автомашины российского производства, которые, если при открытой конкуренции с европейскими государствами и, например, с азиатскими странами, не выдерживают конкуренции ни по качеству, ни по ценам, ни по каким показателям. Вы получили некачественные товары. Наши товары фактически не могут попасть на российский рынок. Искусственно, разным путем, через решение санэпидемстанции или еще каких-то российских служб, наши товары не попадают на территорию России. Мы фактически экспортеры сырья, нефти и металлов за пределы евразийского сообщества. Поэтому мы являемся, по сути дела, только импортерами российской продукции. Около 20% товарооборота страны приходится на Россию. Россия сейчас у нас именно поэтому является торговым партнером номер один и вторым является Китай. Это в первую очередь связано с тем, что между Россией и Казахстаном нет режима свободной торговли. Поэтому евразийское сообщество это фикция, политическая фикция, не экономическая, потому что все выгоды принадлежат России, но не Казахстану. И все это сделал Нурсултан Назарбаев своим решением. И поэтому и сейчас существует такая угроза. Вы меня спросите, в чем суть угрозы? Почему Нурсултан Назарбаев может пойти на этот шаг? Дело в том, что Нурсултан Назарбаев уже стоит на финише, стоит на финише по возрастному своему цензу. Ему в этом году уже будет 79 лет, и он прекрасно понимает, что дни нахождения у власти его сочтены. И он сейчас обеспокоен передачей власти, сохранением власти у клана Назарбаевых. Ближайшей его целью является назначение на должность президента Дарьи Назарбаевой. Это первое. Второе, это сохранение капиталов семьи Нурсултана Назарбаева, так, чтобы новая власть не конфисковала активы семьи Назарбаевых, как это произошло в Узбекистане, когда после неожиданной смерти Ислама Каримова к власти пришел премьер-министр Мирзеев, и, по сути дела, которые все капиталы были у семьи Каримова, присвоил себе. И, чтобы избежать этой угрозы, сейчас Нурсултан Назарбаев озабочен тем, чтобы фактически монархическим путем передать власть членам своей семьи. И здесь я несколько слов хотел бы сказать, какие угрозы существуют для Нурсултана Назарбаева, и почему он готов в очередной раз продать суверенитет нашей страны. Дело в том, что перед Новым годом его средства массовой информации дали знать, что якобы досрочных выборов президента не будет, что якобы у него полномочия до 2020 года, а выборы президента состоятся в декабре 2020 года. Я хотел бы опровергнуть это очевидное утверждение утку со стороны власти и на примере обращения к существующим законам показать, что это вранье, которое специально распространяется среди нашего населения, чтобы скрыть свои планы, которые мы открыли, показали, а именно передать власть Боряде Назарбаевой. Дело в том, что по законам страны президент страны не может быть у власти более пяти лет. Так вот, но Султан Назарбаев был в кавычках избран в 2015 году в апреле. Значит, срок нахождения его власти максимум апрель 2020 года. Как правило, выборы проходят как минимум на месяц или два месяца раньше, чтобы Центральная избирательная комиссия могла зафиксировать победителя и затем идет постепенно в течение месяца-двух процесс передачи власти от старого президента к новому президенту. Очевидно, что в связи с тем, что пятилетний срок Назарбаева истекает в апреле 2020 года, выборы должны быть раньше, как минимум на несколько месяцев. Это во-первых. Во-вторых, наши же законы страны говорят, что выборы должны проходить в декабре и, соответственно, если выборы пойдут в декабре 2020 года, то срок нахождения у власти Султана Назарбаева будет 5 лет 8 месяцев. То есть, он становится уже нелегитимным по законам нашей страны. А далее, кроме выборов, если выборы пойдут в декабре 2020 года, существует период, как минимум месяц передачи власти. Тогда период нахождения у власти Султана Назарбаева уходит на 2021 год. И получается, что Султан Назарбаев в нарушении всех законов страны будет находиться у власти около 6 лет. А это противоречит всем нормам нашего законодательства. И таким образом, анализируя наше законодательство, мы понимаем, что выборы президента страны не могут быть позже декабря 2019 года. То есть, выборы по законам страны должны пройти не позже декабря 2019 года, то есть, в этом году. Вот, собственно, простой анализ существующего законодательства показывает, что Нусултан Назарбаев через средства массовой информации распространяет лживую информацию, когда говорит, что якобы выборы состоятся в 2020 году, не ранее декабря. А они состоятся не позже декабря, во-первых. Во-вторых, анализируя практику действий Нусултана Назарбаева, мы знаем, что всегда за период, пока он находился у власти в течение 30 лет, выборы он проводил досрочно, как минимум за один год. Итак, уважаемые друзья, вы понимаете, что выборы состоятся в этом году, выборы состоятся раньше, безусловно, будут внесены поправки и по действующему закону, по Конституции, именно лидер нации, так называемый, имеет право объявить досрочные выборы. И досрочные выборы обязательно произойдут в первом полгодии этого года. И вся подготовительная работа уже проведена. Мы уже знаем, что приблизительно к 20 декабрю прошлого года списки членов избирательной комиссии, которые подсчитывают бюллетени в результате голосования, они уже определены. Они уже определены по всей стране, списки сформированы. То есть фактически осталось объявить только дату выборов. Дата выборов Нурсултан Назарбаев скоро объявит. Что это значит? Это значит, что он любым путем будет проводить во власть Даригу Назарбаеву, при этом оставаясь над ней и продолжая руководить страной. Но давайте мы поймем, какие существуют угрозы лично для Нурсултана Назарбаева. Сможет ли Дарига Назарбаев удержать власть? Эти вопросы задает себе сам Нурсултан Назарбаев и задает эти вопросы его окружению. Если проанализировать реакцию в социальных сетях, то на предполагаемое назначение Дариги Назарбаеву существует гигантский негатив. То есть очевидно, что протесты настроения будут не только наращиваться, они будут выражаться в виде активных действий, в виде акций протеста, митингов, шествий и все прочее. Это Нурсултан Назарбаев хорошо понимает. И стоит вопрос, к чему может это привести? Ну допустим, когда десятки тысяч людей выходят на улице и объединенные единая целью построения нового демократического государства происходит фактически смена власти, что ожидает Семену Султан Назарбаеву и его самого лично? Очевидно, что тюрьма. Я хочу сказать, что у демократического выбора Казахстана существует ясный план создания временного правительства сроком на 6 месяцев. Существует ясный план о необходимости внесения изменений в конституцию страны и ликвидации должности президента. Написано фактически пошагово, каким образом будут избираться независимые депутаты от народа и как эти депутаты будут назначать правительство во главе с премьер-министром. И поэтому конечно же Назарбаев понимает, что после прихода в власти нового правительства правительства от народа он лично будет арестован члены его семьи которые участвовали в таких махинациях похищениях тоже будут арестованы будет арестовано ближайшее его окружение и безусловно он продумывает механизмы спасения себя и членов своей семьи спасения своих капиталов. Давайте поймем куда может бежать Назарбаев. Я сразу скажу, что если он попытается бежать в Америку Лии в современную Европу именно в Евросоюз то там он поддерживается недолго. Безусловно мы представим все доказательства того, что он крал из бюджета страны миллиарды десятки миллиардов долларов мы безусловно докажем что он является политическим не политическим беженцем а является государственным преступником и безусловно эти страны его выдадут и если говорить о других странах он может бежать фактически только в Китай и России но в Китае вы знаете каждый год больше 10 тысяч человек расстреливать за коррупции и Китай это крупная держава и она не особо будет считаться с какими такими серьезными угрозами и я думаю что именно активы у султана Назарбаева в Китае находятся под большим вопросом он и там может быть арестован его активы могут быть конфискованы поэтому он не может себя чувствовать безопасность в Китае хотя все время лично он мне заверял что нынешние китайские предыдущие являются его личными друзьями они с ним в доле в бизнесе 50 на 50 это его не спасет тем более что у Казахстана много возможностей оказывать влияние и давление будет на Китай большой объем инвестиций нефтегазовый сектор около 40% различных нефтяных месторождений эксплуатируется именно китайскими компаниями поэтому я заверяю вас что наше правительство демократического выбора Казахстана найдет немало способов давления на китайское правительство которое приведет к тому что султан Азербайев будет выдан Казахстану теперь речь стоит о России в России пока у власти Путин безусловно он будет его защищать не будет выдавать никому в том числе и новому правительству Казахстана хотя безусловно у нас 7 тысяч границ с Россией у нас с Россией довольно серьезные экономические торговые отношения но при этом конечно же как практика показывает Путин будет держать и защищать своего друга и партнера султана Назарбаева но я хочу вам сказать что сам Путин находится в неустойчивом положении социально-экономической ситуации в России ухудшается весь прошлый год вы сами видели как нарастает протестный потенциал граждан России проходят десятки сотни митингов по всей стране и положение Путина самого неустойчиво и для меня очевидно что ближайшие несколько лет безусловно произойдут такие глобальные изменения что в конеч счете Путин потеряет власть что делать Назарбаеву Европа для него закрыта США закрыта Китай большой вопрос какие-то небольшие страны которые существуют в мире азиатские все прочее арабские возможно он туда и уедет и спрячется но все равно у Казахстана достаточно много возможностей для судебных и других чтобы экстрадировать Нусултан Назарбаев в Казахстан поэтому что называется он не имеет большого выбора единственный выбор у него в России вот логика подсказывает и мои знания говорят о том что Нусултан Назарбаев будет строить два оборонительных эшелона защиты который на его взгляд позволит сохранить и капиталы и политическую власть первое он будет стремиться назначить на должность президента Даригу Назарбаеву постарается ее обложить более-менее надежными министрами для членов его семьи и таким образом попытаться удержать власть второе это интеграция с Россией дело в том что в декабре султан Назарбаев все время заверяет заявляет что именно он был инициатором создания евразийского сообщества и если вы посмотрите на все его выступления они все говорят о том что он не против более глубокой интеграции на самом деле если говорить серьезно речь идет о поглощении сначала под эгидой союзного государства по образу Белоруссии то есть сначала Путин хочет добиться выполнения соглашений со стороны Белоруссии а затем создать союзное государство уже с Казахстаном то есть фактически это будет союзное государство Белоруссия Казахстан и Россия в этой конструкции но Султан Назарбаев будучи главой Совета национальной безопасности а его дочь президентом страны хочет перейти на надстройку над Казахстаном в своей речи в Санкт-Петербурге Путин сказал о том что давайте мы проведем более глубокую интеграцию совместные даже речь шла о совместной валюте более того о наднациональных настройках что такое наднациональные настройки это значит будет существовать правительство трех союзных государств это значит будет существовать парламент трех союзных государств России Белоруссии Казахстана и в планах у Путина следующие конструкции когда он фактически возглавляет это союзное государство совместно с Россией Белоруссией Казахстаном вице-президентом этого союзного государства он хочет назначить Лукашенко а руководителем парламента всех трех союзных государств в планах у Путина назначить султана Назарбаева тогда для Назарбаева получается выстроен второй эшелон обороны когда президентом Казахстана становится его дочь а он находится во главе объединенного парламента союзного государства если завтра каким-то образом произойдет смена режима но султан Назарбаев в Казахстане имеется ввиду но султан Назарбаев полагает что для него будет надежное убежище в России где он будет обладать статусом руководителя парламента пусть даже Казахстан из этого союзного государства выпадет но тем не менее он надеется что это ему даст гарантию безопасности его капиталов и в том числе гарантии безопасности для членов его семьи вот такая конструкция она взята не из воздуха дело в том что когда я находился в Казахстане еще в 2007 году я знаю что султан Назарбаев для него советник готовили ряд планов которые позволили бы сохранить власть ему еще как минимум 30-35 лет а именно его советником Александром Мирчевым был представлен проект Суперхан это проект Суперхан можно прочитать в интернете он уже во многом смысле реализован в нем говорилось о том что Нусултан Назарбаев должен получить банковский контроль контроль над промышленными объектами и так далее вы прекрасно знаете что 90% банковских активов страны принадлежит Нусултану Назарбаеву уничтожены все политические партии остались только те которые находятся в сфере влияния Нусултана Назарбаева они все провластные независимых партий нет так вот в проекте Суперхан все это описано и будем считать что он успешно реализован и тогда же в 2007 году Нусултан Назарбаев разрабатывал проект построения так называемого союзного государства с Россией именно с той моделью где он будет возглавлять объединенный парламент а президентом страны будут представители семьи Нусултана Назарбаева и номинальные функции премьер-министра парламентов будут стоять люди которые будут выполнять волю Нусултана Назарбаева ну собственно вот как сейчас сенат страны возглавляет Касанжимар Такаев как я его называю мебель который занимает то место которому определяет его хозяин Нусултан Назарбаев он стоит не сдаёт звука вот собственно вот эта модель которая была разработана продумана еще в 2006-2007 году методично идёт к реализации что мы должны делать во-первых мы должны понимать что сейчас трение которое происходит между Россией и Беларуси они не случайны они безусловно коснутся нас мы должны просто глядеть шире шире и интересоваться политикой участвовать в этой политике потому что когда вы не участвуете в политике именно тогда происходит ухудшение жизненных условий именно тогда происходит ограничение ваших свобод именно тогда вы лишаетесь всего и вы ничего не можете изменить в нашей стране именно активная ваша политическая позиция приведет к тому что например недавно произошло во Франции когда так называемые зелёные жилеты жёлтые жилеты которых не вели никакие партии это была инициатива самих граждан по всей Франции шаг за шагом привела к тому что нынешний президент Франции вынужден был отменить экологический закон который немного повышал цены на нефтепродукты сейчас президент Франции вышел с новыми инициативами которые предполагают участие граждан управления государством созданы специальные электронные другие возможности для граждан Франции где они могут высказать свои пожелания по налоговым реформам и другим действиям вот как работает демократия вот что происходит когда в стране граждане неравнодушны не думают о том что кто-то миг вместо что-то решит а сами участвуют в политической жизни страны именно тогда наступает процветание государства потому что каждый гражданин вносит свой вклад в построение свободного государства сейчас мы находимся в опасной ситуации почему мы находимся в опасной ситуации потому что россии руководит неадекватный человек владимир путин этот неадекватный человек фактически захватил часть украины крым и восточную часть украины он вверг страну под экономические политические санкции в результате его действий погибли десятки тысяч людей и собственно это привело к тому что сейчас вся россия находится в сложной экономической и политической ситуации международной изоляции и если бы еще россия действовала так сама по себе и если бы ухудшение жизни именно самой россии не влиял на казахстан наверное на все это можно было смотреть философски но мы находимся в евразийском союзе когда один из членов евразийского союза делает что хочет не согласовывает свои действия со своими партнерами политическими экономическими это приводит к тому что последствия наступают и в нашей стране вы прекрасно знаете именно то что политические экономические санкции негативно повлияли на россию они также повлияли и на казахстан все проблемы трудности которые испытывает россия они приходят к нам и в казахстан недавно россия внесла поправки свою военную доктрину теперь россия которая обладает ядерным оружием заявила что она может применить оружие не только тогда когда необходимо защищать свои интересы когда кто-то против этой страны применил ядерное оружие в военной доктрине внесли поправки что россия если считает нужным если она посчитает что какая-то страна потенциально может ей угрожать она может первым применить ядерное оружие то есть мы находящих в договоре коллективной безопасности в россии с россией мы говорим о том что мы проводим якобы независимую военную политику независимую экономическую политику мы полностью зависим от действий путина и этот человек может нас потащить за собой в ад хотя он говорит что он попадет в рай как он говорит мы попадем в рай остальные в ад нет все будет наоборот именно этот неадекватный человек получив массу проблем в результате агрессивной политики в украине он ее продолжает оказывать давление и на беларуси и я прекрасно понимаю что следующий будет казахстан поэтому нам такой евразийский союз не нужен с неадекватным партнером который угрожает всего миру который не считается с мнением партнеров который не пропускает продукцию производства Казахстана на территории России фактически это политический союз это реализация другой модели Советского Союза от которого мы ушли мы ушли и получили независимость теперь за эту независимость придется бороться но за нее невозможно бороться пока у власти находится султан Назарбаев который готов придать интересы страны суверенитет страны чтобы собственно самому сохранить свои наворованные капиталы и бежать в Россию в случае если власть в стране сменится те полицейские на которых он сейчас надеется думает им поднять заработную плату решить какие-то социальные вопросы его не спасут примере Армении показывает что когда на улице страны выходят сотни тысяч людей полиция переходит на сторону народа и не будет ни единого выстрела эта модель реализовалась во многих странах это было в Грузии в 2004 году оранжевая революция в Украине тоже произошла без единого выстрела без разрушения даже маленького киоска все произошло мирным путем и таких примеров в мире много поэтому Насулан Назарбаев понимает что власть в том виде который сейчас существует не просто удержать и строить второй оборонительный редут когда подписание союзного договора уже с Россией позволит ему получить убейшие внутри России поэтому вы понимаете если мы будем продолжать давать Насултану Назарбаеву так же властвовать так же не считаться с мнением народа то союзный договор он просто подпишет единолично не проводя никакие референдумы никакие общения с народом то есть практически это решение будет принято единолично я хочу процитировать слова Насултана Назарбаева который фактически противоречит всем заявлениям которые сейчас произносит он сам и противоречит тому что хочет сделать Путин вот смотрите в 13-м году он говорил мы с вами говорили и не хотелось бы повторять но политизация совместного союза недопустимо такие направления как охрана границ миграционная политика система обороны и безопасности а также вопросы здравоохранения образования культуры правопомощи по гражданским административным уголовным делам не относятся к экономической интеграции и не могут быть перенесены в формат экономического союза так вот я просто вам скажу что вопросы охраны границ безопасность страны они давно в большей степени относятся в ведении России потому что даже существующий договор коллективной безопасности уже говорит о потере суверенитета фактически именно российская оборонная политика так называемая доминирует доминирует именно в сфере нашей оборонной политики ее нет и безопасность нашей страны тоже нет и сейчас речь идет о создании наднациональной настройки вы послушайте речь Путина где говорит о создании наднациональных настроек наднациональные настройки это правительство это единая национальная валюта это единый парламент и это все то что сейчас озвучивает Путин это все то что не отрицает Назарбаев но в 2013 году он говорил совершенно другое поэтому по сути дела на наших глазах идет сдача интересов нашей страны в этой связи я хотел бы привлечь внимание вас к тем событиям которые сейчас происходят в Белоруссии мы в ближайшие дни объявим о новых инициативах демократического выбора Казахстана которые будут способствовать тому чтобы наши граждане активно участвовали в политической жизни страны и мы с вами вместе построили новую демократическую страну демократический Казахстан по образу и принципу ведущих стран мира Америки и Европы уважаемые друзья я на сегодня завершаю свой эфир слава вам кздар до встречи в эфире в следующий раз и